итак друзья привет у меня на канале александр маляр два дня у меня тут и шел дождь пока я приехал из леса во дворе залило ну сегодня как бы разошлось погодка вроде но сильный ветер решил сделать техобслугу на погрузчики выходить не буду потому что ветер может быть звук плохой вот измазался конечно сам весь солидоле сейчас пойдем покажу у меня тут солидол еще с работы остались кто-то мне еще кто же дарил не помню уже такой вот такой и вот такое ведро это мне еще я на виргенте когда работал в автодоре приезжали немцы обслуживать комбайн вернем 2000 см 2 200 с дорожно-фрезерный комбайн оставили но осталось даже я не знаю не использовали она вот так было они вот так использовали остальное отдали мне я его еще хранил хранил вот время пришло использовать его такой у меня шприц в который влазит вот этот этот патрон вставляешь туда и сразу распаковываешь только и сразу поручи давишь единственно вот эти головки уже замучился менять потому что я каждую неделю шприцую и они выходят быстро из строя особенно вот китайские вот есть у меня еще видите советский старый вот эти вот головки они быстро выходят из строя ну копейки стоит можно брать так еще я я вам хочу сказать что я пока я был в лесу мне был звонок приехать посмотреть трактор я всем говорю когда ездил на металлоприемку что ездить не стесняйтесь ездить и вам улыбнется удача пойдем смотреть мою удачу выйдем на улицу там сильный ветер вот и и возможно звук будет плохой но ездите на большие металлоприемки так друзья для вас смотрите чё я приобрел вся ходовая мтз это я уже разобрал здесь было когда я притащил было вот так вот слою грязи всякой трактор год мы нашли восемьдесят седьмого года выпуска я думал что взять может быть нечего отсюда будет но смотрите чё видите чем пэбэм 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 видно не видно сейчас солнышко светит смотрите все как новенькая даже вот где переключение все как новенькая вот здесь тоже коробочка хорошо видно смотрите и переключение все целенькое вообще новенькая трактор восемьдесят седьмого года здесь конечно поседала все этот керхер нет вот этот грязь все прилипает к ногам мазута ну не знаю здесь сантиметра 2 наверно 3 лежит мазута отсюда с этой ходовой вот внутри попробую заснять все как новенькое ребят видите даже делать переключается итог все как новенькое там дальше хотя трактор трактор был в работе видно что он хорошо ну судя даже вот по навески смотрите ничего не раз ее как говорится все смотрите ничего не шатается даже навеска не шатается это о чем-то вам наверно говорит ничего нигде не болтается все затянуто все выглядит как новенькое то есть я даже подумываю сейчас что вот эту коробку возможно я поставлю на санька потому что я на санька полез что я на нем не пахал не сеял а у него вот это все было завальцовано вот эти края где переключается что я там использовал только скорость шестую тронуться восьму и на девятую переключиться то есть я на нем по россии проехал но и тут работаю я в основном на 8 на 9 пониженной может быть 8 повышенная но было стерто вообще капец как а здесь вот смотрите даже я говорю даже по этим вот смотрите чё все как новенькое восемьдесят седьмого года трактор выпуска позвонили говорится не надо запчасти я думаю да ладно так съездим посмотрю может что-нибудь пригодится кажется можно много чего отсюда взять но я его сейчас хочу собрать в кучу это я его раз это все мыл чтобы не ржавела уже два дня погода дождь льет и она мне под дождем лежит это тоже плохо но я съездил в магазин тракторных запчастей и хочу поставить сразу сюда повышенный редуктор в это место трактористы соображает что это вот стоит пониженная редуктора сюда поставлю повышенный редуктор сразу приготовлю у меня будет на запасе коробка с промежуткой кстати промежутка как раз видимо только пошли они уже с отливкой с мощная отливка здесь так что это будет хорошая запчасти на классная нет не было вот этой крышки видимо сняли здесь был насос нш-32 сбоку но обычно стать но это был экскаватор видимо что крепеж от экскаватора тут что-то еще было парни сняли мотор им нужен был основной горит нам не надо забирай этого конечно денежка это мы ставим для меня это незначительную денежку в общем общем такой даже вам даже вал он от руки смотрите все смазано здесь я на саньке через год уже не мог его выбить здесь все ходит здесь я уже тоже пока трактор ходил мазок тоже намазал но он и без маски короче ходит помазал заодно и санька сам измазал все есть шприцевал тут а где зимы еще разок на всякий случай вот уже нету их обрывает на эту тверху подливаешь так ну и под низ конечно залез здесь все промазал в общем мажу его все равно раз в неделю но тут получилось что меня месяц не было я месяц три недели точно я его не мазал приехал контрольную сделал сегодня пока никто заказов нет потому что дожди думаю лучшая техникой займусь ремонтирую так ну это вот то что моя как бы такая удача что ли кто завидует белой завистью пожалуйста кто черный пожалуйста ну немножко не завидуйте лучше сходить и частенько бывайте на металлоприемки особенно на больших там бывают такие вещи выпадают ну и если чё телефон оставляйте там знакомых заводите в общем будет вот такое вам счастье как и нет сейчас видите я потрогал запчасти сейчас я вытиру руки чтобы не монтировать видео и мы продолжим так мне я еще хочу опять передать привет андрюх из камчатки он присылал больше всех денег и с пометкой даже писал на крылья андрюха так крылья вот я взял отсчет тебе крылья взял я и еще я хотел бы поблагодарить дмитрия викторовича у прислал тоже тысячу но денежки скидал все в общее купил еще насос нш-16 на рулевую это пойдет на пионерчика сейчас мы посмотрим что там что за насосик это у нас мастер какой-то насос так покруче нш-16 вот так он выглядит нш-16 был у нас анкен там другой сказали это получше парень будет так что не знаю проверим еще вот такая коробочка какие-то цифры наверное номер по каталогу это будет на пионерчик у нас так сразу взял крышечку ну вот эта крышка вот мотор когда вернишь этот разгружали ходовой и вот видимо оборвали я ее сразу такую же купил новую чтобы поставить на вот этот собрать уже чтобы запчасти купил на пионерчика на задние колеса новые гаечки вот родные мтезовский есть китайские есть мтезовский это я взял мтезовский так поставлено на пионерчика потому что на пионерчика символики разлетается пионерчики уже какие грязненькие ржавенькие эти гайки пойдут туда уже на тот новый новую ходовую ну как она новый старая ходовая просто я соберу в кучу чтобы запчасти так но и здесь у меня повышенный редуктор тоже сразу соберу чтобы был запчасть коробка и колокол были у меня запчастях хороший но такое сегодня видео так еще раз на улицу выйдем покажу стоит помытый ветер блин не знаю как со связи будет связью смысле звука это часа за три соберу в кучу сейчас кран зацеплю на пионер на погрузчик не буду все собирать сразу редуктор ну еще такая у меня удачи вам такими удачками мне пойдем 9 нету я весь измазался блин еще я вот тут измазал ручку и тот раз получил от своих девчонок люлей потому что кто заходил мазались об эту ручку я получил люлей от своих девчонок вот и ну и думаю сейчас в гараже поскольку уже осень думаю гараже наводить порядок ставить печку в угол а печка стоит вот она приготовлена тоже кстати с металлоприемки я у нее только отгнили ножки так то на вроде все в порядке ну приварю новые ножки сделаю дверку эти дверка здесь была куда наделась не помню юмора нигде нет в общем вот такую печку маленькую поставлю это если чем можно даже будет и чайник греть есть какой-то может быть поставлю такую свою тарелку чтобы наливать масло отработку потому что у меня есть отработка и будет она на отработке и на дровишках такая небольшая печурка здесь можно будет учета чайник какой-то поставить для чая погреть вот этот котел у меня еще проблема была из дома побежали две батареи пришлось затраты делать котел тоже побежал просто я вам 13 лет родилась у меня когда дочь я его ставил вторая средняя дочь я его поставил и вот он проработал 13 но 12 лет точно он проработал у него металл кстати металл где-то троечка вот сейчас я новый купил у него металл блин ну не соврать бы полтора а то и два миллиметра от силы если этот на 13 лет я думаю хватило то того может вот она два на три хватит ну что делать сейчас на деньги дерут отдал за такой точно такой же котел только модификации по новее там квадрат побольше отдал 27 500 на отдал плюс бы две три батареи одну на запас взял эти железные видите где она бежит вот в спайках короче короче фигня тоже простояли вместе с котлом ставил уже 12 лет простояли остальные еще стоят но эти сейчас поехал магазин они кажется самые дорогие тогда они были самые дешевые я их брал сейчас они самые дорогие стоят около от трех до 7000 вот такая стоит но я поставил 5 секционный сейчас биметаллические сказали самые такие долговечные то есть алюминиевые они тоже быстро гниют вот но я вот такой где-то размер взял по четыре секции что ли вместо вот такой большой по четыре секции поставил под окнами ну довольно таки лет неплохо вот это мой отступление от темы отошли так и мерчика ничего я не делал вот последний ролик был ну а сейчас вот надо заниматься гаражом наводить порядок потому что погрузчик будет вставать на это место у него коробка автомат и ему долго греть так что у меня стоит всегда здесь пионерчик с двеньем наверное еще туда но скорее всего я думаю что здесь не надо проезжать на погрузчики и он не входит как раз плите ручку пять сантиметров от этой стороны пять сантиметров от этой стороны чтобы не открывать две воротины то есть она мне тоже кстати открывается но там запчастей что фиг это что открою вот такие ребята дела блин чё еще чё но андрюхи еще раз огромный привет андрюха крылья взял еще остались денежки с крыльев я добавил на вот этот насосик твои денежки дмитрий викторович у прислал тоже тысячу я записываю всех так что огромное вам спасибо за денежку которая идет в дело то есть не просто так но еще в лесу поработал вот он взял еще маленько запчастей ну еще будем двигаться дальше всем удачной осени удачных вот таких запчастей как мне всем пока до следующего видео ребят покажу еще напоследок пионер чека